Конституция в Соединенных Штатах, почему мы это мало задумываемся, это первая в мире Конституция. То есть до этого существовали Конституции, но они не являлись необходимым к исполнению. Впервые назвали вещи своими именами, что это Конституция, и по ней живет государство в Соединенных Штатах. Вот вообще это уникальный феномен. Давайте мы краткий такой исторический экскурс, буквально там 30 секунд. Дело в том, что заканчивалась война за независимость. Необходимо было принимать какой-то закон в государстве. Образовывалось само по себе государство. Это вот американская революция. И необходимо было жить по определенному закону. Вот те статьи конфедерации, вот те очень слабые статьи, которые связывали вот эти вот государства, воедино. Штаты. Даже Джордж Вашингтон назвал это веревкой из песка. То есть это не связывало штаты, это не связывало их в единое государство. И никто не думал принимать Конституцию. Но в процессе обсуждения на Филадельфийском конгрессе в 1787 году появилось само понятие Конституции. 11 лет после начала революции. Совершенно верно. Совершенно верно. И тогда уже вот эти же те отцы-основатели, о которых мы говорим... То есть еще раз закрепим пункти, да? Конституция это способ скрепить воедино независимые штаты, да? В Соединенных Штатах процесс именно был так. То есть закрепить воедино... Для нас как для федерации это актуально. Не только, не только. То есть должны быть еще привнесены в жизнь фундаментальные принципы. И это действительно не просто слова. Вот у отцов-основателей, у того же Мэдисона, это действительно было... Его составляла сущность его мышления. И поэтому он вел подробные записки. И поэтому мы знаем, как это все обсуждалось. Вот эти вот статьи. Мы знаем, какие были планы. Как вообще принцип федерализма возник. Как возникли принципы сильного государственного устройства. Теперь мы это знаем. Система сдержек и противовеса. То есть каждая из ветвей власти обладает рычагами воздействия на другую. И возникает такая система, что действительно сделано было все, чтобы эти ветви власти уравновесить. Это как сделано? На бумаге? Нет, это определенный закон, который прописывает. Полномочия Конгресса. Посмотрите, Конгресс это у нас что? Это у нас законодательная власть. Первая статья Конституции. Президент, глава исполнительной власти, его полномочия прописывается. И, наконец, судебная власть, Верховный суд, полномочия Верховного суда прописывается. Что мы имеем сейчас в Палате представителей, которые принимают бюджет. Это прерогатива Палаты представителей Конгресса, налоги и бюджет. Большинство сейчас в Палате представителей, это у нас республиканская партия. Который не любит Обаму, который демократ. Которая, да. В общем и целом. Почему? Из-за так называемой Обама Кеа, медицинское страхование. Очень интересный факт. Посмотрите, на социальные программы Обама заложил астрономическую сумму, только вдумайтесь, 1 триллион 400 миллиардов долларов. А до этого на те же статьи сколько? До этого было гораздо меньше. Но смотрите, на оборону, вот что более важно. На оборону закладывается чуть менее 700 миллиардов долларов. В два раза меньше, чем на медицин. Представляете, 17 и 35 процентов республиканцы заявляют, да вы что делаете? Вы, в общем, уменьшаете обороноспособность страны. А оборона сильно падает? По мнению республиканцев оборона сильно падает. По мнению демократов ничуть. Да, но демократы хотят решить проблему отсутствия полисов. У всех. У всех, ну там у 40, у 50 миллионов человек. А республиканцы возражают. За счет кого? За счет среднего класса. Человек, который не работает, должен иметь медицинский полис обязательно. А платит за него человек, который работает с утра до вечера. Понимаете? А сколько вот таких идейных безработных в Америке, которые не хотят? Очень много. Вы знаете... Вот соответствует число отсутствия полисов, вот количество тех, которые тунеядцы? Вы знаете, сейчас на самом деле никто толком не подсчитывал вот эти вот составляющие. И более того, я могу... Почему же они рубятся-то подсчитать? А вы знаете, более того, я могу вам сказать, это был призван делать соответствующий сайт. Нет, портал огромный. А он выгляделся. Вот любопытно. Смотрите, вот портал вступил в силу в день вот так называемого вот этого шатдауна. День вот этого вот часа Х в Америке. И закрылся, да? И фактически нет, он работает. Но процесс, процесс, он болезненный очень для Америки. Понимаете, вот это вот медицинское страхование. Хорошо, есть в Америке, вот вы говорили уже про весы, про противовесы, что-то, что может заставить их договориться в итоге? Как бюджет-то? Им же надо их принимать. Или могут жить год-два без него? Я думаю, что вообще на самом деле вопрос проще и сложнее. Дело в том, что речь идет о радикальных республиканцах и консервативных республиканцах. Даже в самом стане республиканцев существует различие. Сейчас проводится Обамой, проводятся представители демократической партии, активные консультации. Хорошо. На самом деле президент Соединенных Штатов является главой или руководителем партии. Той партии, которая одерживает победу на президентских выборах. Республиканцы, понимаете, достаточно четко и последовательно проводят свою позицию. Вот вспомните выборы Обама, Рамни. Основной тезис Мита Рамни это возвращение Америки к своим истокам. Вот мы говорим сегодня о конституции. Хотя он вообще не понимает их. Возвращение к конституционным истокам. Вот консерватизму американскому. То есть вот Америка, по мнению Рамни, слишком зашла в своем либерализме. И произошел отход от традиционных ценностей. Они и геев имеют в виду? Конечно. Конечно. За Франциско обнеси этим. Целый ряд показателей, понимаете? Целый ряд показателей. В обществе чьи настроения реально преобладают? Так и выборы показывают, что в обществе приблизительно половина на половину. Так им и не договориться никогда раз половина на половину. Вот у нас договорились. Понимаете, в Америке не возникает партий как таковой, допустим, третьей силы. Демократическая, республиканская считается, и американцы в этом уверены, что если демократы не отражают одних тенденций, обязательно их отразят республиканцы. То есть только два может выглядеть на одну проблему. Третьего быть не может, да? Как правило, любая партия, например, в 20 веке, еще при Теодоре, Рузвельте, по-моему, это последнее, то что вот такой вот прорыв был, пробовали предлагать свои идеи, но, как правило, они заканчивались слиянием с партией и терпели поражение. То есть вот третья сила в Америке сейчас, ну, это предположить крайне сложно. Хорошо, тогда вопрос другой. Компризировался индейцам. Это мы говорим об исполнительной и законодательной властях, да? А вот судебная власть является, вот, может быть, той третьей силой, которая стоит, как бы, вот, и может, то есть надавить свое время, да? Судебная власть в Соединенных Штатах показывает, что вот судебная власть, вот третья власть, третья статья Конституции, обладает мощной политической силой. Политической. Судебная власть имеет политическую. Я почти не оговорился. Дело в том, что не случайно на протяжении вот всей истории 20-го века президент достаточно часто вступал в определенные конфликтные отношения с судебной властью. Самый важный конфликт это вот Рузвельт, Франклин Делано Рузвельт. Это вот выход из Великой Депрессии, когда был предложен свой план. Верховный суд практически не согласился с многими очень положениями. Была серьезная конфликтная ситуация. И далее, то есть Верховный суд на самом деле осуществляет вот такой вот мощный юридический контроль. То есть он решает все дела, которые относятся к конституционному надзору. Понимаете? То есть вот Верховный, это не просто вот, знаете, такая вот номинальная юридическая сила. Короче, они сами, кто могут говорить, что это против Конституции, это против наших ценностей или нет. А кто назначает главу Верховного суда? И да, и что это они такие неприкосновения? На кого работают? Понимаете, вот полномочия Верховного судьи и судьи, они прописаны. Верховный судья назначается пожизненно. И вот что любопытно сейчас вот... То есть доживаешь? Фактически нет. Ну, существует определенный срок. Вот тебе можно об этом сказать. 70 лет. А потом, вы знаете, такая вот очень интересная практика. Формально им предлагают уйти. То есть его можно только завалить, да? Формально им предлагают уйти. При этом сохраняются оплаты их труда и все привилегии. Понимаете, полностью. То есть они уходят на пенсию, предоставляя место другому человеку. А зарплата остается. А зарплата остается. Это не только причина, что они остаются. Понимаете, а какого размера зарплата, чтобы понимать? А то сегодня говорили, вот зарплата низкая у нас, поэтому люди пьют. У нас 30-40, да. Вы знаете, я могу вам сказать о зарплате вот другого, другой вид этой власти. Это Конгресс, допустим, Палата представителей. Там зарплата порядка 15 тысяч долларов. В год? В месяц. В месяц? В месяц, да. Я думаю, что приблизительно такого же уровня и оплата труда у судей. Об этих судьях. Это в том, что вот что. Есть, может быть, республиканец-президент, а есть старый-старый демократ-судья. Ему надо дожить до того, как будет демократический президент, чтобы демократ занял его место. 80 лет, 85, не важно. Поэтому всегда есть какая-то гонка. А кто сейчас в власти, кстати говоря? Кто в власти сейчас держит судебную? Давайте, чтобы ответить на ваш вопрос предыдущий. Судей не могут уволить. То есть им не могут, как вы сейчас сказали. А если преступник? Ну, понимаете. Это другое дело. Это уже другое дело. Есть специальные комиссии и комитеты, которые осуществляют контроль уже за деятельностью. Отслеживают деятельность. Про телефон. Их, понимаете, это пожизненное право. Их не могут заставить принять то или иное решение. Почему не могут? Да ладно, не могут. Потому что их уволить не могут. Это больно. Их не могут, совершенно верно, их не могут уволить. На них нельзя повлиять определенными мерами. Но президент... Кроме Конституции Соединенных Штатов, как вот действительно основной Конституцией, определяющей жизнь Америки, существует Конституция отдельных штатов. Например, существует Конституция, например, Калифорния или существует Калифорния. Нет, они... Знаете, вот вы говорили об объеме Конституции. Кстати говоря, Конституция Соединенных Штатов достаточно небольшой документ. Как комикс. Конституция Штатов гораздо более объемная. А, детально. Да, детали. Жизнь простого американца вообще во многом зависит от того штата, где он живет. И те законы, по которым человек живет, зависят от того места, где он проживает. Это вот очень важный момент. То есть, на самом деле, Конституция Соединенных Штатов, она вот определяет общий фон, общий уровень развития страны. Но вот детали, вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, прописаны уже в Конституциях Штатов. И более того, существуют определенные комитеты, комиссии, которые определяют притворение того или иного закона в жизнь. То есть, вот сама система, она достаточно сложная. Значит, семь статей Конституции. Но для нас принципиально важными именно являются три статьи Конституции, которые посвящены. Первая статья, это, соответственно, законодательной власти, вторая исполнительной и третья судебной власти. Мы говорим об основных принципах Конституции. Вот мы упомянули принцип федерализма, мы упомянули уже принцип, вот очень важный, кстати говоря, мы вокруг него постоянно крутимся. Это принцип сдержек и противовесов, так называемый checks and balances. Когда одна ветвь власти обязана осуществлять определенный контроль и может осуществлять определенный контроль за двумя другими ветвями власти. Принцип конституционного надзора. Вот эти все принципы, это заложены в Конституции. Первая статья, вот это как раз Конгресс. Конгресс в Америке двухпалатный. Значит, это первая палата представителей, где обсуждаются все основные законы. И вот, кстати говоря, интересно, людей, которые работают в палате представителей, как называют, либо представителями, либо конгрессменами. И вторая ветвь, это у нас сенат. А сенаторы, это кто? А сенат, это сенаторы. И они осуществляют контрольные функции. Понимаете, вот если палата представителей разрабатывает. Чтобы те не обрабатывали? Своего рода, да. То есть контрольные функции. И, наконец, сенат, это очень важная функция импичмент. Возможно, импичмент президента будет проходить через сенат. Да, не раз, не раз, не раз было в истории Соединенных Штатов. Ну, можно задуматься, а почему вообще нужен был двухпалатный Конгресс? Зачем? А дело это восходит, опять-таки, к принятию Конституции. Связано это было с необходимостью представительства. Вот как представлять штат? Количество жителей, которые проживают, это был один план. Или равное, пропорциональное количество сенаторов должно присутствовать, например, по два. И в результате был принят компромиссный определенный вариант. Что в сенате, соответственно, по два представителей от каждого штата. А в палате представителей пропорционально... От количества народа. Совершенно верно. Знаете? И вот это, опять-таки, своего рода возникает определенный баланс. Итак, мы с вами отметили, что... Это хорошо. Да, и так мы с вами апреля, что полномочия Конгресса. Следующее у нас это президент, глава исполнительной власти. Человек может стать президентом, если он родился в Соединенных Штатах. И если ему... Тут вот справочку. Абсолютно, да, да. И не менее 35 лет от рода ему должно быть. Вот это президент Соединенных Штатов. Является главой исполнительной власти, верховным главнокомандующим, и человеком, который назначает на ответственные должности основных действующих фигур в правительстве. Это вот исполнительная власть. Да. И с вами важнее всего, что он может сказать нет закону. Это называется вето. Вето. Вето закона, да. И мы имеем в виду, что... Ежегодно, вот эта традиция, кстати говоря, существует во многих странах, представляет ежегодное послание Конгрессу. Что там сообщает? Сообщает об основных направлениях развития страны. Основных, как бы мы сейчас сказали, основных показателей. Основных движущих силах вот своей администрации. Хорошо, что, Саш, не очень много времени. Так, а третья статья касается судебной... И, наконец, остальные статьи касаются процесса ратификации поправок и документов. Но самое важное, это вот... Право на оружие там? В Конституции? Нет, это следующее. Это биль о правах. Биль о правах, который, как вообще мы считаем, является важнейшим документом. Это не Конституция. Это вот отдельная бумага. Это поправки к ней. Это поправки Конституции. Биль о правах это поправки. Биль о правах это первые 10 поправок Конституции. Всего принято 27 поправок. Ну, а первые 10 можно, так сказать... Первые 10 поправок, которые гарантируют основные права и свободы первой поправки. Свобода речи, свобода религии, свобода прессы и свобода, ну, собираться на протест. Второе, это оружие. Третье, это что не надо принимать солдат в свой дом. Четвертое, это что нужен ордер, чтобы иразийского человека. Пятый, что нельзя, как сказать, можно не отвечать на вопросы одним словом. Молчать, сохранить, молчать. Молчать, нельзя прозвать человека в суд много раз за то же самое. А, несколько раз за одно преступление. Нельзя наказать за одно и то же. Я хотел бы еще отметить наиболее важные дальнейшие поправки. Вот это мы должны все-таки сказать. Введение 13-14-15 поправки. Введение избирательного права для бывших рабов. Для бывших рабов. Регламентирующие результаты гражданской войны. Важнейшие поправки. Введение сухого закона, любопытно. Это 17-й год. А в 33-м его отменили. Посмотрите, мы все сравниваем с Россией. В 17-м году дипломатические отношения у нас, собственно говоря, прекращаются с Соединенными Штатами. А в 33-м возобновляется. Действие практически совпадает по введению сухого закона. Кстати говоря, и в России это был сухой закон. Следующее, это предоставление избирательных прав женщинам прекрасного пола. Это уже у нас важнейшая также поправка. Следующее, это поправка того, что президент не может занимать президентское кресло более двух сроков президентских. Важная поправка. Подряд. Подряд. Или вообще. И, наконец, последняя поправка, которая рекламентирует процесс процедуры деятельности Конгресса, особенно в части заработной платы.